В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Здесь к 20 декабря будет очень-очень красиво. Комфортная городская среда. В Анапе очищают дворы от незаконных гаражей и готовят к проведению масштабных благоустроительных работ. Видение развития нашего региона у нас отражено в проекте стратегии социально-экономического развития. Зеленый свет инвест-проектом. Строительство в Анапе двух суперсовременных отелей обсудили на уровне правительства края. Сборная России показала хороший результат. Золото мира. Воспитанницы Анапской спортивной школы стали обладателями высших наград юношеского первенства по самбо. И начнем с главного. Старт масштабной кампании по зеленению курорта сегодня дал лично глава Анапы. Первой точкой высадки саженцев, а это 20 сосен, стал сквер имени Гудовича. По поручению Юрия Полякова, городские коммунальщики накануне провели ревизию. Только в центре насчитали более 200 спиленных за последние годы деревьев. Сегодня мы знаем, где эти пеньки, и мы стараемся сажать деревья там, где находятся пеньки, для того, чтобы сохранить то количество зеленых насаждений, которое есть. Уже этой осенью будет высажено порядка 500 лиственных и хвойных деревьев. И это только начало, обещает в администрации. Анапы должна стать уютным и благоустроенным городом. И здесь многое зависит от самих жителей. Вот так бы каждый двор вышел и посадил по одному дверью. У нас бы был город-сад, город-лес был бы, зеленый город был бы. Надо этим заниматься. Анапа активно включилась в федеральный проект формирования комфортной городской среды. На эти цели нашему городу выделено свыше 60 миллионов рублей. В следующем году запланировано масштабное благоустройство четырех дворовых территорий. Один из проектов по объединению в единое пространство домов по улице Шевченко и Новороссийской был признан лучшим в крае. По поручению главы курорта Юрия Полякова сейчас дворовые территории освобождаются от нелегальных строений. Настоящая беда с самовольно размещенными гаражами. Один из таких примеров во дворе дома номер 2 по улице Чехова. На муниципальной земле без каких-либо разрешительных документов был установлен гаражный бокс. По решению межведомственной комиссии объект идет под снос. Муниципальный контроль и сотрудники Ремстроя помогли владельцу в демонтаже. И такая судьба ждет все самовольные строения. Теперь же в этом дворе в рамках проекта формирования комфортной городской среды будет сделано благоустройство. Здесь предусматриваются парковки автомобилей, которых очень много сейчас у населения. Здесь детские площадки будут, бельевые, лавочки, типа мини-скверы. Значит, деревья, которые, допустим, этому дому Чехова, вот два, допустим, сейчас мы находимся на этой территории. Есть деревья, которым где-то уже по 47 лет, которые стоят. То есть деревья, которые очень старые, их должны будет убрать. Взамен будут новые посажены, новые кустарники. То есть здесь к 20 декабря будет очень-очень красиво. В правительстве края помогут решить проблему подключения к электроэнергии двух суперсовременных пятизвездочных отелей, которые должны построиться на Пионерском проспекте. Напомню, что этот проект будет реализован в рамках соглашения, подписанного в феврале на инвестиционном форуме в Сочи. На селекторном совещании по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае была озвучена информация о том, что ресурсоснабжающая организация создает инвестору проблемы. Ситуацию под личный контроль взял вице-губернатор Кубани Василий Швец. Обсудили участники совещания и концепцию следующего российского инвестфорума, который пройдет в середине февраля в Сочи. Каждая из семи экономических зон нашего края, определенных стратегией 2030, должна будет представить на нем свои прорывные проекты. Кубань на форуме будет активно позиционировать себя в двух направлениях. Краснодарский край как мощный транспортно-логистический хаб федерального значения и главный курортно-рекреационный центр России. Я уверен, что наш регион достаточно активный, можно сказать, опорный регион в целом для экономики страны. Имеет очень важную роль в решении этой задачи. Видение развития нашего региона у нас отражено в проекте стратегии социально-экономического развития края до 2030 года. Этот документ уже одобрен на федеральном уровне. Насколько я знаю, буквально в ближайшее время мы будем выходить на утверждение нашей стратегии на парламентский уровень, на депутатский уровень, наше ЗАГС Собрание. Недавно стало известно, что аэропортам 45 городов нашей страны, в том числе и Анапу, будут присвоены имена великих россиян. В год 75-летия освобождения курорта от немецко-фашистских захватчиков глава города предложил назвать наш аэропорт в честь героя Советского Союза Дмитрия Калинина. Мы поинтересовались у анапчан, как они относятся к этой инициативе. Поскольку город-курорт, она появляется городом воинской славы, было бы логично назвать в честь героя, например, Дмитрия Семеновича Калинина. Его подвиг знают и изучают в школах. В свой пример я бы, наверное, привела Ивана Голубца, потому что у нас в его честь в Анапе названа целая улица, на которой располагается Институт береговой охраны. И, мне кажется, достаточно такой значимый человек в истории Анапы. У меня на примете есть честь Дмитрия Калинина назвать, герой Советского Союза. Он очень популярный. Аэропорт надо назвать в честь какого-то героя, но это должно быть всенародное обсуждение. В пятерку самых дружелюбных городов нашей страны попали Анапа и Геленджик. Традиционное ежегодное исследование провел портал недвижимости Домофон Тру. В исследовании приняло участие более 60 тысяч человек. Самым дружелюбным в России признан город Грозный. Он остается лидером рейтинга в течение последних трех лет. За ним следуют Нальчик и Анапа. Геленджик оказался на четвертом месте. Примечательно, что ни в первую, ни в последнюю десятку рейтинга не вошли города-миллионеры. Готов к труду и обороне. В Анапе местные жители продолжают покорять вершины спортивного комплекса ГТО. Победители и призеров летнего фестиваля спортивного конкурса честовали в администрации Анапы. При все сказать большое спасибо за ваш активный образ жизни, за то, что вы даете своим участием в данном комплексе ГТО. Пример молодым на вас действительно равняется. Нормы ГТО сегодня – тренд времени. Памятные медали и грамоты вручили 30 участникам фестиваля. Школьники, воспитатели, учителя, специалисты администрации, водители, пенсионеры. Каждый в своей возрастной ступени прошел проверку на силу, гибкость и скорость. Любой житель города может также принять участие в тестировании. Для этого необходимо обратиться по адресу. Город Анапа, село Супсех, улица Советская, 44. И вновь Анапа занимает лидирующие места на мировых соревнованиях. Воспитанницы 4-й спортивной школы Дарья Типчук и Мария Дорофеева стали обладателями золотой и бронзовый наград на юношеском первенстве мира по борьбе с самбо, которое прошло в Тбилиси. Победительниц встречала в аэропорту наша съемочная группа. Последние минуты ожидания. К прилету анапских спортсменок в родной город группа поддержки подготовилась тщательно. На часах начала 12-го чемпионки мира входят в терминал. Молодцы! 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 За победой анапчанок на первенстве мира стоят долгие месяцы тренировок в составе сборной России. И все это время рядом с чемпионками были их наставники. Это действительно очень тяжелый путь. Он пережит очень много и травмы, и всевозможные моральные, психологические травмы, и что только не было. Я был рядом с ней во время этой борьбы, я ездил вместе с ней и, конечно же, сопереживал, наверное, больше, чем она. Потому что, ну, действительно, у тренера не каждый может дойти или возможность такая побывать на таком крупном соревновании. Радость вообще, то, что была выполнена полностью задача, поставленная перед ней, что если в прошлом году на чемпионате мира она отборолась, будем говорить так, с натяжкой, в этом году она в финале показала все то, чему и в предварительных свадках она выиграла у белорусских. Всего в этих соревнованиях приняло участие 250 молодых самбистов из 36 стран мира. Мария Дорофеева занимается самбо более 10 лет. В финальной схватке боролась за третье место. Как признается сама, волнение перед поединком сыграло свою роль. Больше всего мешало переживание. Больше всего. Ну, и это даже помешало мне нормально отбороться. Так что, вот так, ну ничего, мы будем исправляться. А вот Дарья Типчук в первенстве мира полностью была уверена в своей победе. На этих соревнованиях она вновь отстаивает титул чемпионки. Украинка, с которой ей пришлось встретиться в финальном бою за золото, даже несмотря на свой рост, не смогла одержать преимущество. После броска соперница сдается. Только лишь пошатнула Елизавету. Типчук делает переднюю подножку, балл зарабатывает и сдается. Сдается, сдается. Очень неожиданно, хорп Елизавета. Ехала за золотом однозначно. Подготовка проходила на сборах со сборной России в Тульской области. Ну, как бы по плану сборной мы очень хорошо подготовились. И вообще сборная России показала хороший результат. Сейчас у Дарьи наступает ответственный период. Предстоящий год рейтинговый. Все спортсмены, победившие на чемпионате мира, начнут подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в Японии в 2020 году. Дарья Типчук – одна из первых претендентов на то, чтобы представлять нашу страну на главных соревнованиях планеты. Руслан Душевский, Анапа. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа.регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться на размеры молекул. Чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость.